Приветствую зрителей или слушателей нашего канала. Очередной 94 вебинар и новая марка стали, которая называется CP72+. Как вы уже поняли, промелькнувшим разноцветным квадратиком эта сталь будет от Доленберга. И эта холодно-штамповая инструментальная сталь порошковой металлургии с 8% содержанием хрома, то есть она из этой фамилии стали, которые существуют на рынке, производства Доленберга со всеми преимуществами, соответственно, присутствующим порошковым сталем. То есть отсутствие сегрегации, однородной микроструктуры, улучшенной обрабатываемостью, включая шлифуемость и полируемость. За счет большого объема мелких карабидов в матрице стали, в том числе карабидов ванадии и вольфрама, CP72+, обладает очень достойной абразивной высокой адгезивной износа стойкостью, отличной ударной вязкостью, высокой размерной стабильностью при термообработке и высокой прощественной сжатии. По ударной вязкости сталь CP72+, можно сравнить со сталью CPM3V или CRUVER. При термообработке на вторичную твердость очень хорошая основа для нанесения PVD или CVD покрытия и азотирования. Состояние поставки отожженное до максимума 240 единиц по бренелю. Опять-таки, может применяться для изготовления самые различные холодно-штамповые оснастки и детали оборудования, где такие свойства необходимы. Также применяется изготовление промышленных и охотничьих ножей, которые будут обладать достойным резом при высокой вязкости. Базовый химисостав показан вот здесь. Как я уже говорил, это семейство 8% стали. Вот здесь видите хрома 8%, что называется, плюс-минус, да, 7% хрома, 1,1 углерода, молибден 1,5, ванадий 2,1 и вольфрама 1,1. Поэтому я говорю про карбиды ванадия и вольфрама. Опять-таки, это сталь у нас есть на складе взготовка различного размера подковку. Информация о наличствующих размерах Артем обычно публикует в Телеграме. Вот здесь опять есть QR-код для входа или для поиска нашего Телеграм-канала. Подписывайтесь на него, там тоже много всякой информации есть, кто может это сделать. Если нет, всякие причины могут быть, да, пишите нам на почту, мы тогда, соответственно, оперативно вам ответим, что существует. Диаграммы отпуска стали представлены вот на этом графике. Опять-таки, для двух, соответственно, температур одной низшей, одной выше, 1020-1110 градусов и середина 1060. Термообработка, которую мы рекомендуем для изготовления ножей, если мы говорим, то температура стентизации 1080-1100 градусов, закалка в масле между плит и два отпуска, опять низких, как это принято, в больших случаях у ножевиков. То есть 220-200 градусов, первый отступит 220, второй 200, выдержка 2 часа, охлаждение, еще раз подчеркну, на спокойном воздухе. Твердость, которую вы можете получить при этих режимах 62-64, HRC, а далее все зависит от вашей необходимости, сноровки, квалификации и желания. Если мы говорим про штамповую основку, то базовые режимы, поскольку ножи тонкие, то там преднагрев не нужен, заготовка достаточно спокойно прогревается сразу. А если мы говорим про какую-то достаточно массивную штамповую основку, там необходимо, соответственно, сталь прогревать аккуратно, чтобы у нас не было поводок или проблем с какими-либо изменениями размеров электричными при воздействии температуры. Поэтому первый преднагрев 560 градусов Цельсия, второй 860, на обе эти ступени предназначен для спокойного сквозного прогрева деталей. Поэтому, особенно на 560, поскольку со сталью там ничего не происходит с точки зрения структуры, в основном это служит для того, чтобы она прогрелась насквозь. Так же, как и на втором этапе. Ну и так же, как, в принципе, на третьем вы должны сделать то же самое на этапе аустентизации. Аустентизация 1060-1070 градусов, закалка в масле и, соответственно, 3 отпуска 500, 530, 490. Какую твердость вы можете при этом получить, вы можете посмотреть по той диаграмме отпуска, которую я вам демонстрировал. Кого интересует, если кому-то нужны будут режимы обжига после ковки, которые ножевики будут делать, обращайтесь, соответственно, по почте, мы вам, соответственно, эти режимы представим. То есть, вот такая достаточно интересная марка стали на складе у нас сейчас, в данный момент, есть. Поэтому обращайтесь. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok